Дома по улице Гаврилова, что находятся возле торгового центра Экватор, мягко говоря, находились не в лучшем виде. А плитка облицовочная, еще советская, которая украшала эти девятиэтажные здания, несла опасность каждому прохожему, так как в любой момент могла просто осыпаться. Именно поэтому немало усилий приложили работники коммунальных служб, чтобы устранить угрозу, а также вернуть домам эстетический вид и улучшить техническое состояние. Аварийный был, это вообще было что-то такое, каракатица какая-то, от позорища. Плитку догадались, чтобы прицепить на такое здание. Естественно, она обсыпалась, погода, дожди, перепад температуры. А сейчас, по-моему, со стороны? Ну, сейчас со стороны очень ничего. Выполняемый комплекс работ, который мы давно хотели и сейчас реализовываем, это полный капитальный ремонт фасада со сбивкой старой плитки, ремонт кровли, замена инженерных сетей по подвалам, ремонт ИТП, замена окон в местах общих пользования, по результатам которого эти дома достаточно преобразились и приняли приглядный вид. А самое необходимое – это техническое состояние этих домов достаточно хорошее, и безопасность проживающих здесь граждан на сегодняшний день угроза безопасности их уже не несет. Завершаются работы по восстановлению девятиэтажки по улице Волгоградская, 14, где службы жилищно-коммунального хозяйства выполнили практически весь комплекс работ, начиная с ремонта кровли, заканчивая благоустройством придомовой территории после завершения ремонта. Объект по Волгоградской, 14 у нас выполнялись в стыке стеновых панелей, ремонт инженерных сетей по подвалу, замена осветительных приборов, окон в местах общего пользования, капитальный ремонт кровли был произведен, восстановлена отмостка по периметру жилого дома и, соответственно, благоустройство после производства работы. По улице Героев обороны Брестской крепости также начались работы по капитальному ремонту. Дом под номером 72 пройдет через комплекс ремонтных процедур, благодаря которым он обретет второе дыхание. Всего же в городе над Бугом провести подобные работы и ввести в эксплуатацию планируется 33 жилых дома. Пока же введено 10 и еще 15 находятся в стадии ремонта. Телеканал Буг ТВ будет и дальше освещать процесс обновления советских построек и рассказывать зрителям.